Пусть ручка стоит 5 рублей. Составим таблицу для нахождения цены от 1 до 7 ручек. Из таблицы видно, что 5 ручек стоят в 5 раз больше, чем 1 ручка. Говорят, что стоимость покупки прямо пропорциональна количеству купленных ручек. Две величины называются прямо пропорциональными, если при увеличении одной из них в несколько раз, другая увеличивается во столько же раз. Рассмотрим задачу. Цена двух ручек – 10 рублей. Сколько нужно заплатить за 15 таких же ручек? Решение. Стоимость покупки прямо пропорциональна количеству ручек. Сделаем краткую запись условия задачи. Две ручки стоят 10 рублей. Стоимость 15 ручек обозначим х рублей. Одинаково направленными стрелками отметим, что величины прямо пропорциональны. Количество ручек увеличилось в 15 вторых раз. Стоимость покупки увеличилась в х десятых раз. Так как величины прямо пропорциональны, то эти отношения равны. Решим пропорцию относительно неизвестного значения. Для того, чтобы найти средний член пропорции, нужно перемножить крайние члены и разделить на известный средний член пропорции. Получаем, что х равен 75 рублей. Можно записать ответ. 15 ручек стоят 75 рублей. Теперь представим себе такую ситуацию. На 600 рублей хотят купить несколько одинаковых коробок конфет. Зависимость количества купленных коробок конфет от цены одной коробки задана в таблице. Из таблицы видно, что с увеличением цены за одну коробку в несколько раз количество коробок конфет, которые можно купить, уменьшается во столько же раз. Две величины называются обратно пропорциональными, если при увеличении одной из них в несколько раз другая уменьшается во столько же раз. Решим задачу. Грузовая машина, двигаясь со скоростью 60 км в час, доезжает от одного города до другого за три часа. За сколько часов это же расстояние преодолеет легковой автомобиль, если его скорость — 90 км в час? Решение. При постоянном пути скорость и время движения обратно пропорциональны. Сделаем краткую запись условия задачи. При скорости 60 км в час время движения — 3 часа. При скорости 90 км в час время движения обозначим х часов. Противоположно направленными стрелками отметим, что величины обратно пропорциональны. Скорость увеличилась в 90 шестидесятых раз. Время движения уменьшилось в 3, деленное на х раз. Так как величины обратно пропорциональны, то эти отношения равны. Решим полученную пропорцию и запишем ответ. Легковой автомобиль преодолеет расстояние между городами за два часа. Свойство прямо пропорциональных величин состоит в том, что их отношение всегда остается неизменным. В рассмотренном нами примере о стоимости ручек отношение цены к количеству ручек всегда равно 5. Величину этого отношения называют коэффициентом прямой пропорциональности. Свойство обратно пропорциональных величин состоит в том, что их произведение всегда остается неизменным. Так было и в примере о количестве коробок конфет, и в рассмотренной нами задаче о времени движения машин. Подведем итог занятия. Две величины называются прямо пропорциональными, если при увеличении одной из них в несколько раз, другая увеличивается во столько же раз. Две величины называются обратно пропорциональными, если при увеличении одной из них в несколько раз, другая уменьшается во столько же раз.